здравствуйте дорогие друзья с вами как обычно Евгения Таро и сайт магоэксперт.орг сегодня хочу предложить вам к просмотру гаданию онлайн на тему каких действий можно ожидать от человека в отношении вас я буду рассказывать трактовки больше для личных отношений романтических любовных но вы можете загадать в принципе любого человека и посмотреть действия а мои трактовки переложить уже на свою ситуацию относительно тех обстоятельств которые вас сейчас больше всего беспокоит если допустим мои трактовки или то количество объем информации который я дам в этом гадании вас не устроит по каким-то причинам я вас приглашаю на индивидуальные консультации там уже мы все более подробно детально обстоятельно с вами обсудим разложим все по полочкам и расставим все точки над и и над йо общие онлайн гадания они на то и являются общими чтобы не давать слишком много деталей и подробностей потому что в этом случае гадание будет ну не точно потому что лишние детали сужают аудиторию вот ну вот то что я хотела сказать я надеюсь выразилась доходчиво так хорошо давайте перейдем от к слов к делу и посмотрим чего можно ожидать от человека которого вы загадали как он намерен действовать каких поступков с его стороны можно ожидать я буду выкладывать пять карт можете заранее цифру загадать или уже после того как я выложу карты на стол выбрать ту карту которая в вашем сердце отзывается если никакая не отозвется пропустите гадание может быть для вас просто нет ответа ну вот все пять карт на столе еще раз убедитесь в правильности своего выбора и будем открывать карты и смотреть те ответы которые они нам предлагают первая карта это пятерка жезлов каких действий можно ожидать от этого человека вообще пятерка жезлов это карта борьбы это карта соперничества и этому человеку может быть в чем-то интересно с вами потягаться силами как-то с вами посоперничать что ли если вы допустим девушкой загадали несколько претендентов то пятерка жезлов просто показывает то что это один из многих да и ему еще нужно проявить себя чтобы доказать ну вот как на турнире рыцарском что он достойнейший из достойных ну то есть какие-то свои конкурентные преимущества проявить пятерка жезлов в современном формате все чаще и чаще работает как интернет знакомства или общение в социальных сетях и безусловно эта карта может обозначать то что этот человек выйдет на связь и будет с вами как-то коммуницировать общаться но это общение больше носит какой-то дружеский или деловой характер нежели имеет какую-то романтическую подоплеку но тем не менее иногда такой вот дружеский казалось бы на первый взгляд интерес может перерастать и во что-то большее но вот пока что рассчитывайте на такие действия и да если вы этого человека искусственно столкнете лбами с другими конкурентами это только на пользу пойдет давайте смотреть следующую карту если вы выбрали ее то никаких действий в ближайшем будущем к сожалению а может быть и к счастью как знать как знать ожидать не приходится потому что выпала семерка пентаклей это карта долгих бездейственных ожиданий то есть вы ждете пока он что-то будет делать а этот человек точно так же стоит и ждет пока вы проявите какую-то инициативу в общем пока что как мы видим пассивность абсолютная пассивность давайте посмотрим следующую карту а от этого человека вы можете ожидать каких-то очень интересных заманчивых или как сейчас модно говорить вкусных предложений от которых сложно отказаться то спинтаклей всегда показывает некую инициативу со стороны этого человека и эта инициатива содержит какие-то конкретные предложения и ну как говорится надо брать то спинтаклей это еще денежка то есть человек может вам ну подкинуть денег например с целью вас как-то поддержать или это может быть не обязательно в виде купюр там в виде каких-то монет это может быть просто какой-то подарок в виде знака внимания это еще может быть билет например человек может пригласить вас в кино или в театр ну или я не знаю может быть купить вам какую-то турпоездку какое-то путешествие ваше оплатить и так далее но тут вариантов может быть много я все предугадать конечно же не смогу главное что нужно понимать этот человек хочет вам что-то предложить и от него можно также ожидать каких-то писем сообщений в общем новостей ждите от этого человека знака внимания и новостей так теперь давайте посмотрим следующую карту чего можно ожидать каких действий от этого товарища здесь у нас выпала карта солнце очень позитивный аркан очень такой яркий солнечный теплый горячий и конечно же харизматичный ждите что этот человек будет действовать открыто ярко заметно и будет всячески пытаться привлечь ваше внимание к собственной персоне но вести он себя может все-таки больше так вот по-детски может быть иногда инфантильно незрело может быть иной раз исключительно дерзко потому что человек не задумывается о том что это может быть как-то неприлично или что это как-то нехорошо он просто выражает себя он просто пытается как-то привлечь к себе к своей собственной персоне внимание он просто хочет понравится методы методы у него могут быть для этого абсолютно разные конечно здесь еще может быть некий эгоизм и какие-то эгоистические или эгоцентрические действия со стороны этого человека и также по солнцу он хочет вас как-то насмешить и может как-то юморить потому что искренне верит в то что если вы хотите понравиться женщине нужно проявить чувство юмора и нужно чтобы она рассмеялась и чем больше и чаще вы будете улыбаться тем больше этот человек вам будет нравиться ну вот у него может быть такая стратегия так ну солнце это еще у нас карта поездок и путешествий возможно к югу ну в какие-то теплые страны и может быть этот человек хочет чтобы вы поехали вместе с ним ну по крайней мере подобного рода предложения могут поступать ну наконец последняя карта каких действий можно ждать от этого человека ну похоже человек чем-то очень сильно озадачен напечален чего-то очень боится может быть просто болен потому что девятка мечей это карта болезни может быть одинок и это одиночество его гложет может быть у него какие-то проблемы какой-то головняк депрессняк и тому подобное и конечно этот человек больше может проводить время ну в каких-то своих переживаниях нежели проявлять какие-то конкретные действия относительно вас иногда правда по девятке мечей этот человек может оказать помощь в трудную минуту и в принципе это может вам дать понимание того стоит ли на этого человека рассчитывать или на него нельзя положиться то есть это тот человек который познается в беде если про солнце можно сказать что это человек который познается в радости то вот этот человек познается именно в беде так ну что ж на этом я пожалуй буду заканчивать это видео гадание надеюсь вы получили какие-то подсказки для себя если все-таки что-то осталось для вас непонятным еще раз повторюсь приходите на индивидуальные консультации а пока я вас просто обнимаю целую не прощаюсь надеюсь встретимся в следующем видеосюжете пока-пока чао